здравствуйте дорогие друзья с вами татьяна башмакова канал ваша дача и сегодня я вам напомню как посеять питанию не гранулированные у меня вот тут есть несколько пакетиков они остались с прошлых лет питунья вера надежда любую мне такое подарили здесь по 0 одному грамму 0 1 грамм это как гласит литература от 500 до 1000 семян в зависимости от величины то есть сорта бывает разные и питунья совершенства в которой 002 грамма но это тоже 100 семян не меньше эти питание уже заканчивается у них срок годности они до 21 года но именно за эти питание не гранулированные я сильно не переживаю так как питание не гранулированная сохраняет схожесть гораздо дольше гранула именно гранула почему-то замедляет может гранула высыхает но есть такое уже подтвержденных на процессе многих экспериментов опыт у меня как же лучше посеять такие питание семена мелкие семян много и так чтобы меньше было потом заморочек с ними обычно они хорошо всходят кучками и очень сложно с ними совладать уже после того как они хорошо взошли первая радость омрачается тяжелыми потом работами можно в контейнер конечно обычно я так часто их и села метод еще называют его при солю не он просто при трусить стараться сделать их немного то есть потренироваться где-то на белой бумаге чтобы увидеть сколько это надо их притрушивать что было их немного или засыпать вверх песком и чтобы было видно эти черные маленькие семянки но контейнер можно любой одноразовый маленький большой не важно насыпаем три сантиметра грунта точно также торфяной грунт на основе торфа и немножко песка добавляем и все но в таком случае очень сложно рассчитать и я последние годы для выращивания таких питаний используют только кассеты с таких небольших кассет где-то 40 миллилитров объем очень удобно потом рассаживать даже если они густые мы полностью добываем всю ячейку и на тарелочке на чем-то разбираем ее на части можно по одной пикировать можно ну как там получится еще мне очень нравится ячейки фикс прайса они немножечко больше но вот каждая отдельно уже таблеток давно нет таблетки были в первый год и вот они как настоящая кассетница сюда хорошо проливается вода такой удобный поддончик и размер хороший сейчас я вам покажу как я их буду сюда высевать чтобы именно немного было чем еще хороши кассеты именно уже готовые в которых есть поддон тем что можно не боясь проливать хорошо увлажнить для таких семян грунт должен быть хорошо увлажнен благодаря тому что в кассетах есть дренажное отверстие а вот в контейнеров которые высевая петунии я никогда не делаю дренажных отверстий и приходится влажность контролировать аккуратно именно из пульверизатора чтобы не переувлажнить а здесь вот для хорошей всхожести пролива еще и марганец добавляю вообще прекрасно все получается ну теперь приступаем к самому главному добываем семена семян просто море можно поделиться со всеми знакомыми друзьями с соседями так как последний год уже не буду аккуратненько срезать использовать обязательно на белую поверхность в белый контейнер или на белую бумагу насыпаем семена много насыпать сразу не нужно насыпали увидели немножко электризуется и теперь так же как мы сеем лобилию аккуратненько пальчик мокрый и семена не боимся что будет мало и не боимся что будет но дело тоже не все прилипают но достаточно было бы 4 синица ну и здесь и будет все равно больше но я по четырем углам ну так вот потихонечку даже если взойдут лишние потом очень легко их или пролететь людям маникюрные ножницы использую и гораздо легче из ячеек именно вот из такой кассетницы чем в контейнере контейнере и неудобно прорезать ну дольше больше времени занимает но здесь фактически прорезать ничего не нужно будет потом разделяем их и высаживаем без пикировки семена которые вот именно расфасованы вот таким образом не гранулированные можно но очень сложно это надо прорезать 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 делить подкармливать они не такие прихотливая конечно но все равно очень красивая петунья вырастает вот меня дети вот такую выращивали очень красивая выросла вот такая вот многоцветковая такая точно на как на картиночке а я в прошлом году высевала петунию надежда схожесть была стопроцентная не знала куда девать сеянцы но остальные вот вера надежда и любовь они вот именно такими двуцветные ну красиво посмотрим петуни плохих не бывает такой посев принципе простой и ждите схожесть рано обычно через 4-5 дней гранула еще раз повторюсь задерживает я после посева обязательно еще распрыскиваю чтоб точно убедиться что влажность везде есть и конечно же накрываем пленочка или крышечкой чем хороша такая кассетница что не высокая вот крыша и они могут тут расти долго до пикировки я уже много раз повторял но все равно повторю потому что такие разные мнения в интернете все-таки лучше петунию первое время выращивать в парничке даже если она немножко тянется выращивать до того момента пока у нее вырастут и листики и она окрепнет и сделаем эту первую подкормочку для того чтобы она не сильно вытягивалась нужно ее умеренно поливать им на первое время только перед пересыхание грунта надо хорошее освещение и температуру желательно невысокую если бы вы могли сделать такой оптимальный это 22 градуса для петунии прекрасно а первые дни после всхожести 20 градусов тогда они не будут тянуться и прекрасно будет чувствовать себя именно под а именно под укрытием а уже перед пикировкой где-то за неделю мы снимаем укрытие снимаем конечно укрытие не резко снимаем его постепенно а петунии которые именно без гранул они более крепкие более сильные поэтому не переживайте покупайте именно такие петунии не забывайте про них семян больше а красота не меньше и удовольствие вы получите от выращивания даже больше чем от гранулированный так как когда петуния крепкая когда она сильная за ней интереснее наблюдать именно сам процесс роста растений доставляет не меньше удовольствия чем них цветение надеюсь мне удалось вам рассказать про петунии именно не гранулированный как легко их вырастить и еще есть очень много времени чтобы успеть купить семена эти петунии можно высевать еще и в начале марта и в середине марта и не прекрасно вырастут и будут сто процентов вас радовать до самых заморозков первых это очень долго цветущие петунии не только те которые вам сейчас показала а те которые продаются в магазинах именно не гранулированные а я на этом с вами сегодня прощаюсь задавайте вопросы в комментариях пишите про свои любимые петунии будет и мне интересно и всем думаю будет интересно и оставайтесь нашим каналом до новых встреч